Зима – это не только морозный узор на стеклах, но и смог. Едва над Барнаулом устанавливается холодное безветрие, как в воздухе появляется едкий синий туман. Одна из главных причин – дым печного отопления частного сектора, особенно в старой части города. Загрязняющие вещества, поступившие в этом районе, они никуда не переносятся, они практически остаются в этой местности. Плюс к ним еще стекают другие из других районов за счет понижения формы. Плюс дымящие трубы ТЭЦ, выхлопы автомобилей – итог очевиден. Барнаул среди 20 городов России с самым грязным воздухом. Фиксируют и вредные примеси, и сажу. Но если географическое расположение города изменить невозможно, то от дыма избавиться можно. Эксперты считают, что оптимальный вариант – переход на газовое отопление. И безопаснее, и дешевле, чем уголь. «Люди, которые перевелись с дровяного и угольного топлива на газ назад, я не знаю ни одного, кто бы пришел в расторг договор поставки газа и все назад вернул. То есть все равно выгодно. Все равно это, во-первых, колебание температуры, более комфортное проживание. Это можно жилище покинуть, и у тебя там все в автоматизированном режиме будет греться». Ученые подтвердили, за последние годы с постепенным переходом на газ частного сектора воздух стал заметно чище. Но этого мало. Участники «Круглого стола» признали – нужна комплексная программа, включающая газификацию, озеленение, продуманную застройку. Свою роль должны сыграть городские власти. И, безусловно, каждому барнаульцу нужно начать с себя. Не оставлять машины с включенным двигателем, не жечь мусор, не топить бани всем, что горит, и помогать благоустраивать город. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком.